Книга открытым оком. Автор Игнатий Лапкин. Том 12. Вопрос 2656. Евангелие у вас можно читать только по-старославянски? Ответ старообрядцев. В церкви мы пользуемся старославянским текстом, но возможно скоро у нас появится и свой старообрядческий перевод. Недавно, например, один из наших иноков, отец Олимпии, живущий одиноко в лесу, перевел на русский язык в Салтырь, сверив его с греческим оригиналом. Комментарий Игнатия Лапкина. Только привычка слушать непонятное, заунывное, близко природное нам заставляет думать, что что-то понимаем. Когда на церковно-японском языке что-то бормочат уставщики-псаломщики, диаконы, попы-архиереи, а на самом деле ничего-то непонятно, тьма египетская. 1 Коринфянам 14.19. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Али Апий вроде бы переведет лучше, чем четыре духовные академии, и это не гордость, не превозношение. 4 Царств 9.22. Кого ты порицал и поносил, и на кого ты возвысил голос, и поднял так высоко глаза свои на святого Израилева. Идите. А шеста была Олимпий, это буква М. Олимпий. Олимпий, да. Да, все. Идите, поспешите, возвестите, пустой гробницы зев пусть не страшит. Христос воскрес, да знает остров дикий. Спуститесь в пропасти, взойдите до вершин. Я посылаю вас пройти кромешный мрак, и вызволить на свет, кто примет весть спасения. Я всюду с вами. Преодолейте страх. Разбрасывайте щедро. Евангельское семя. Евангельскую веру насадите. Не пропустите дебри и болот. И если встретятся монахи, им скажите. Дух непокорства истини туда вас уволок. Скажите им. Устройте словом встряску. Что надо б найти, благовестить, не в старообряческую зарастая ряску, в пустыню знойную скорей несите пить. Кто не пойдет, эгоистично понял, спасався созерцанием по пещерам. Отрекся от меня такой монах. Он тяжко болен непослушанием, упорством, дети черни. Дух благодати силой облечет послушников христовых анеавы. С пятидесятницы начните свой отчет. За проповедь страдания будет вашей славой. Идете, идите же, идите, не сидите. Снимите черные хламиды и косички. Ушли вы многие из мира от обиды. Вас грозный Иегова с утра на пашне ищет. Стряхните сон богослужебных пений. Обуйтесь, поспешите с чудной вестью. Укройте, витеси, голову свою спасением. Ни дня без проповеди, не сидеть на месте. Кто спрятался, тот превратился в пень, Не давший ни семян и ни отростка. В часу одиннадцатом шанс какой успеть. Иначе делание ваше в суе под вопросом. 29 марта 2005 год. Игнатий Лапкин